Добрый вечер Елена, спасибо большое за приглашение, очень приятно на самом деле, впервые мы принимаем участие в студии, спасибо большое. Олександр, скажите, как вы до этого пришли, куди вашего жителя вернулось, а какие думки провели вас за то, что гроши по такому союзному питанию, им нужно займаться, возможно, больше, чем адвокатство для них? Что именно финансовая грамотность определяет дальнейшее бытие и сознание человека. То есть, если мы говорим о деньгах, то мы должны понимать, что с помощью тех же денег мы имеем возможность решить около 95% всех наших проблем. То есть, деньги это является уникальным инструментом, благодаря которому мы можем перемещаться во времени, мы можем приобретать себе прекрасные вещи, автомобили, шикарно одеваться, питаться здорово. И, конечно же, позволять себе очень много всего. То, конечно же, является адвокатом, что не запрещено законом. Да, ну деньги это, опять-таки, это специфический инструмент. То есть, они должны определять покупательную способность и благодаря, опять-таки, деньгам мы сможем все себе позволить. То есть, деньги это такое является как неким посредником, это специфический товар, который всегда имеет номинальную стоимость, который всегда имеет покупательскую способность и они всегда будут актуальны, где бы вы ни находились. Но, вот правильно Ирина заметила, что сегодня в мире являются деньги ключевым моментом, но самый главный, то есть, кровь сегодня окрашена в американский доллар. И мы должны с этим согласиться, потому что земная кровь, те жилы кровеносные, денежные потоки, они направлены и именно доллар сегодня является такой валютой. Мы должны нормально воспринимать то, что мы должны слышать, потому что мы привыкли, что на протяжении всей нашей жизни у нас почему-то тема денег не затрагивается. И она фактически является темой табу в наших семьях, на улицах, с друзьями. Но только вот на самом деле с возрастом мы должны понимать, что если мы говорим всегда о деньгах, если мы ищем возможности, где их зарабатывать, мы знаем саму психологию денег, то мы, конечно же, будем понимать, где брать деньги, куда бежать и что ты можешь предложить другому человеку, чтобы, конечно же, его деньги оказались твоими деньгами. У вашей кишеницей. Да, да. Несколько я разумею, вы бы себе говорили, что там богатые, какие-то такая горячие, хорошие, бюстовалы для себя, и вы делаете друг друга. Да, спасибо большое, Елена. Ну, хотел бы сказать, что деньги, то есть сама история возникновения денег весьма интересна, то есть ключевые моменты мы сейчас можем рассказать. То есть, говоря по-простому, сейчас мы перейдем от ракушек до микропроцессоров. То есть, это вся история распределения денег. Мы понимаем, что раньше, в прошлые века у нас всегда были, допустим, первое существование, возникновение самого бартера. Когда люди обменивались товарные деньги, это были меха, те же самые ракушки. Коминтии были, да. Коминтии, да. Ты мне одну ракушку зеленого цвета, я тебе две красных ракушки. Потом, конечно же, у людей начали возникать, когда находили уже металлы там прочие. Это серебро, золото, драгоценные камни. То есть, те же самые благородные металлы. Так я хочу акцентировать внимание на том, что именно благодаря вот таким вот драгоценным металлам, сегодня, имея эти драгоценные металлы, в чем бы они ни выражались, и в посуде, возможно, в слитках, тех же самых монетах, то есть, это всегда будет актуально. Вот эти благородные металлы, радиослушатели, имейте в виду, если имеете возможность, пожалуйста, всегда их помните, берегите, и знайте, что они будут всегда актуальны во всех отношениях. Ну, конечно же, первые монеты, когда уже мы отошли от вида такого, как бартер, то первые монеты начали чеканить еще в шестом веке до нашей эры. Это была Индия, тот же Китай. Вот. Но самый интересный характер прошлого, прошлых времен, это именно то, что начали появляться ростовщики. Именно с возникновения ростовщичниц, назовем это так, у нас начинают возникать бумажные деньги. Сейчас я расскажу, две секундочки, что это такое. Когда вы имели, допустим, мешочек золотых, мешочек серебра, вы прибегали к ростовщику и просили его сохранять эти деньги. В обмен на, возможно, какой-то процент. В обмен на это ростовщик вам предоставлял письменную расписку. Расписку того, что именно данная сумма из 100 золотых или 100 серебряников находится у него в банке. Что происходило? Вы имели вместо вот этого килограмма серебра обычную бумажную расписку, заверенную именно собственником этого дела или тем же ростовщиком. Но когда вы в дальнейшем нуждались в приобретении товара, работы или какой-то услуги, то таким образом вы могли предоставить за выполненную работу или предоставленную услугу или товар вот эту бумажку этого ростовщика. И то лицо, которое вам предоставило вот такую услугу, оно имело возможность побежать к ростовщику, взять этот мешочек с денег, отдав ему расписку. Это мы поговорили о вчерашнем дне. То есть таким образом деньги стали поперовыми? Да. Таким образом деньги стали бумажными. Потом возникло понятие как банк, банкноты. То есть мы понимаем, что это то же самое бумажные деньги. Бэнк это банк, ноут, то есть записная бумажечка небольшая. И потом в дальнейшем уже мы говорим и имеем возможность говорить о банкноте как общей единице, которая распространилась по всем материкам во всем мире. И конечно же доллары, да, таллер, тот же таллер, который был в Австрии еще известен. И благодаря своему качественному материалу, из которого он был сделан, то есть это были опять-таки чеканные монеты, они меньше изнашились, нежели другие. Это был частный чеканный том. И в таком случае эти деньги уже поимели, имеют большую распространенность. И доллар, американцы, пожалуйста, сегодня взяли доллар себе за основу, да. Давайте повернемось, мабуть, у сучасность и таку, ближче до нас. Вот в Радянскому Союзе говорили, что, ну, про гроши было как-то незручно взагалі говорити. Вы на начале программы про это сказали, что навіть в семьях у нас не принято говорити. Сколько ты заробляешь, не принято заробляти, говорити. И навіть иснував выраз, что гроши – это не главное. Вот каким мае быть ставление до грошей зараз в умовах сучасной экономики? Взагалі, что это для нас означает? В современном мире невозможно абсолютно никуда пойти, никаких вопросов не решить, никакого вопроса, если у вас нет денег. Вы никому абсолютно не нужны. Мы должны понимать, что сегодня мир информационных технологий. Мир сельского хозяйства давно закончился. Мир индустриализации, тот же самый индустриальный век, уже давно прошел. И я хочу отметить, что он закончился тогда, когда первый был изобретен персональный компьютер. Это сделала компания Apple, Стив Джобс. В 1976 году они изобрели компьютер. И потом в дальнейшем, когда уже интернет был, а он был до этого, он был у нас в 1969 году, появился, тоже опять-таки в тех странах он появился, где страны были богатые и свободные. И в данном случае Соединенные Штаты Америки, опять-таки появился интернет. И когда сегодня мы имеем ресурсы, которые позволяют нам связываться с человеком в любой точке, связываться с юридической компанией в любой точке, то мы имеем возможности сегодня, оперативно имея на руках и такие инструменты, как интернет, имея в руках кредитные карточки, различные платежные системы, мы имеем возможность сегодня приобретать услуги, оплачивать работы, товары с помощью абсолютно любой валюты, которая у нас сегодня есть и находится в наших карманах. Допустим, тот же самый прекрасный, та же самая прекрасная система, как в WebMoney. Она почему-то блокировалась нашим государством, но тем не менее, все-таки ее можно использовать. То есть я хочу сказать, что доллар, евро, гривна, российский рубль, другая валюта, которая сегодня существует, то есть в бумажном виде, которую всегда можно пощупать, потрогать, то так же самое сегодня и существует валюта в электронном варианте. И именно мы сегодня, находясь между прошлым и будущим, тема наша так и называется, между прошлым и будущим, мы имеем возможность сегодня чувствовать и понимать, что будет завтра. Потому что завтра действительно наступят новые тенденции, и об этом мы, конечно же, можем поговорить. А чи заминулось ставлення людей до грошей вот в Родянскому Союзе, да, и сьогодні, вот, як поважаю это? Да, да, да. А что в Советском Союзе всегда люди так жили, и фильм был, фильм был, и там один из героев писал, что самое главное в жизни, чтобы люди тебя понимали. Вот. И люди никогда не думали о том, где брать деньги, где зарабатывать. Потому что они родились, и для них уже был создан план. Государство им предоставило план, что он пойдет в садик, закончит школу, закончит высшее образование, там, профтехучилище не имеет значения, и он пойдет на работу, дальше работать. Потому что сейчас также есть определенные клишеты. Ты завершишь какой-то высший, ты пойдешь работать, в тебе будет заработная плата, то есть ты там влаштуешься, там, как-то так лучше, если посчастить. Я продолжу. Более того, у тебя будет стабильная заработная плата, именно бойтесь слова стабильности. Сразу говорю, у тебя будет стабильная заработная плата, ты 40 лет отработаешь и выйдешь на пенсию, и сегодня наши все пенсионеры ходят зарплатой 1200 грин. При Советском Союзе люди никогда не брали на себя ответственность. Они боялись за сегодняшний день, они боялись за завтрашний день. И та самая коммунистическая партия, которая во главе всего стояла, именно она и разрешала всем вопросы и создавала людям план. Сегодня посмотрите, что изменилось, какие характерные у нас условия возникли. Сегодня опять-таки у нас есть прекрасный инструмент, как интернет. Вот я как адвокат, я продаю себя в буквальном и переносном значении этого слова в интернете. Ко мне связываются с Соединенных Штатов Америки, с Германией звонят мне, с Турцией. То есть люди со всего мира сегодня идет информационный, фактически денежный поток. И сегодня люди, найдя тебя здесь, на территории Украины, скажем, в городе Черкасах, они к тебе обращаются, чтобы ты им предоставил услуги. И ты обязан говорить о деньгах с родителями, с друзьями. Потому что, найдясь и оформляя себя в определенную какую-то группу, ты там находясь, то ты обязательно будешь разговаривать о деньгах. Потому что любая наша деятельность сегодня, которую мы осуществляем, она связана исключительно с деньгами. И мы это все должны понимать. То есть мы должны думать и говорить о гроши, чтобы выжить в условиях рынковой экономики. Отповеденность сравнивает твоему доходу, или нет? Или прибыль? То есть это вещи взаимоповязанные, насколько я понимаю. Да, конечно, конечно. И сейчас появилось больше возможностей. Таким образом, я могу подсумевать вашу ответ на вопрос. Благодаря интернету, да, у нас появились колоссальные возможности. Я просто хочу сказать и акцентировать внимание слушателя на то, что сегодня мы все должны понимать, что мы можем предложить другому человеку, и чем мы можем быть полезны ему. Потому что, если узнав о том, что, к примеру, у человека какая-то проблема, мы предлагаем ему вариант разрешения проблемы. И он обязательно нам должен заплатить деньги. В случае, если он заплатит нам деньги, то, соответственно, его деньги переходят в ваш карман. А вы уже дальше распоряжаетесь здесь, внутри нашего рынка, в нашей любимой Украине. Часто гроши явно рилом успешности. Вот на ваш взгляд, что еще разповедают гроши сегодня про человека? Вот вы знаете, какой мае доход человека, и вот про что это вам говорит? Правильно, правильно, Елена. То есть то, я вам скажу следующее, давайте, моменты. Не имеет значения, сколько ты зарабатываешь денег. Имеет значение то, как ты ими распоряжаешься. То есть на самом деле миллионерами не становятся случайные счастливчики, которые выиграли в лотерею или получили наследство. Это абсолютное заблуждение. Самое главное, как ты будешь распоряжаться этой суммой. Потому что мы видели, сколько и по телевизору нам показывают, и в интернете сколько печальных историй, когда люди, выигрывая в лотерею, 10 миллионов долларов примерно, они сразу это все дело спускали. И сегодня самое главное, деньги превратить в деньги. Чтобы деньги привносили еще дополнительные деньги. Поэтому, опять-таки, в нашем мире существует неограниченное количество вариантов приумножать эти деньги. И сегодня главное, с каждой гривной, которую вы зарабатываете, вы должны думать, что мне сделать такое, куда мне вложить эту сумму, чем я могу еще предоставить, возможно, другому человеку какой-то кредит, или тут же ему позыка на украинском языке, да, в долг дать денег, то в таком случае деньги будут унижаться и приумножаться. А, че правда, что вы вважаете большинство граждан Украины бедными? Я это чула в одном из ваших выступов. Да, спасибо большое. На самом деле, это печальная картина, печальная история, потому что на территории Украины, к сожалению, денег нет. Здесь тяжелые условия для зарабатывания денег, для размножения денег. И мы должны понимать, что та система, при которой сегодня мы живем, те ценности, именно экономические ценности, то они никоим образом не направлены на то, чтобы сделать граждан Украины самыми богатыми, самыми просвещенными, самыми умными, самыми здоровыми и красивыми людьми. Потому что сегодня заработная плата, скажем, человека, чиновника, который работает на должностном, ну, занимает определенную должность, он получает около 150-200 долларов. Поверьте мне, на эти деньги невозможно нереально прожить. Поэтому им приходится искать другие источники зарабатывания денег. До речи, про цифры. Бедный – это сколько человек должен зарабатывать, чтобы сказать, что эта людина бедна. Вот с каких цифр начинается бедность? Да, бедность начинается с установленных в законодавство минимальных размеров прожиточного минимума. Опять-то, та же сумма, цифра и те же понятия. Если мы говорим о бедности, то сегодня государство нам всем установило, что минимальный размер заработной платы с 1 января 2014 года составляет 1218 гривен. И поэтому сегодня все работают и стараются, скажем, прятать свои доходы, устраиваясь на минимальную заработную плату. Все остальное они получают в других образах. Поэтому, говоря о бедности, о минимальном размере, то сегодня невозможно определить, какой суммы вам будет достаточно для реализации ваших потребностей. Я более того скажу, что достаточно ли вы зарабатываете определяется не тем, сколько вы зарабатываете, а сколько вы можете на себя потратить денег лично. Вот, к примеру, я, допустим, могу в месяц потратить на себя 200 долларов. Что это значит? Это, допустим, любые встречи я провожу, там, оплачиваю обед, к примеру. Я могу себе позволить заправлять автомобиль постоянно, приобрести какие-то еще пару вещей. Но это не говорит, что я зарабатываю достаточно, чтобы мне хватало на мои расходы. Вот таким вот образом. Ну, если говорить про цифры, просто цикаво. А вот средний класс, до которого все мы прагнемо и много говорим про это, что мы хотим створить в стране средний класс. Средний класс когда начинается? С какой суммы, или с каких, я не знаю, может, какие-то депозиты должны быть, або инвестиции, когда человек может спокойно сказать, что я представитель. Средний класс, средний класс у нас в государстве никаким образом фактически не определён. Потому что мы понимаем, что размер внутривалового продукта в Украине составляет около 3,5 тысяч долларов на душу населения. И если мы говорим, что тысячу долларов человек зарабатывает, являясь средним классом, то по сравнению, если мы выходим глобально, смотрим внешне на международные рынки, то это даже пособие по безработице в США столько не получает. Там полторы тысячи долларов пособие по безработице. Пожалуйста, средний класс может с Украины выехать, поехать в США, сидеть и на пособие получать больше на 500 долларов, нежели он здесь. Поэтому я бы таким образом советовал, что есть, когда уровень ВВП в Украине будет достигнут хотя бы того, который сегодня существует в Соединённых Штатах Америки, там 50-60 тысяч долларов, тогда мы можем говорить о среднем классе, имеющий дом, имеющий два автомобиля, и чек в банке на 200 тысяч, на 300 тысяч долларов. Это действительно средний класс. Сегодня наш средний класс, это, допустим, человек, который имеет автомобиль стоимостью в 100 тысяч гривен, к примеру, имеет стабильную заработную плату в размере около, скажем, 3-4 тысяч гривен. Он работает, жена работает, у него один ребенок или двое детей. И общая совокупность их денег, доходов, они зарабатывают, именно рабочий доход, они зарабатывают в размере 10 тысяч гривен. Вот это можно минимум определить, что это средний класс. Можно добавить жилье и отпочинок в Турции. Да, жилье, все правильно, жилье и отпочинок в Турции, да. Правильно, ну я всегда говорю, что позитивное мышление, это еще даже не половина дела. Тут не только надо менять позитивное мышление, как они говорят, советуют, да, гуру бизнеса и так далее, но нам необходимо еще менять круг общения. И нам необходимо менять нашу сферу обитания, где мы живем и проживаем. То есть понятно, что сегодня единственное место, я всегда говорю, что единственное место в Украине, где есть деньги, это наша столица, город Киев. В Черкасах, как таковых, денег не особо много есть. Вот ягбуты черкащанам. Черкащане, как вам быть? Мы должны сказать, мы должны делать все, чтобы знали о нас больше. Имеется в виду, что не внутри государства, а допустим, вы любите заниматься вышиванием, вот вы вышиванки все шьете, выставите в интернете информацию о том, что вы в Черкасах шьете самые лучшие вышиванки, и об этом будет читать диаспора в Канаде, и вам закажут вагон вышиванок. То есть просувати себя нужно постоянно. Конечно, никогда не ждать, никогда не ждите, что кто-то возьмет вас и будет продвигать вперед, потому что, опять-таки, в этом мире вы никому не нужны абсолютно, потому что вы сами должны все брать в свои руки, как я в начале сказал в передаче, вы сами должны брать на себя ответственность и четко идти вперед, вперед, вперед. Как, знаете, как точить камень, вот эта вода и камень точат, капает, 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 и тогда действительно, на самом деле, будет результат. Да. Можливо, скажете, какие-то законы грошей, которые нужно знать и поважать, чтобы гроши все-таки приходили. Декілька, вы уже сказали, не сидите на месте, просувати себя. А от, можливо, есть еще какие-то, кроме таких побутовых, знаете, кто-то там за феншуем живет, кто-то там лайкает картинки счастья, кто-то там купит коштовые гаманцы або золото купит, а кто-то относит гроши в банк, а кто-то там, я не знаю, сберегает себя дома в вентиляционной трубе, а кто-то, можливо, грает не берешь. Вот как треба поводиться с грошима, такие загальні моменты? Да, как предприниматель также я еще скажу, Елена, что основная функция, основная деятельность любого бизнеса, любой предпринимательской деятельности является то, что предприниматель обязан из одного дела, скажем, из менее доходного дела переносить деньги в более доходное дело. И сегодня, если мы говорим не на бывтовом уровне, насчет того, что делать с деньгами, то сегодня в современном мире мы должны понимать, куда их, эти деньги передвигать. Вот смотрите, не так давно у нас произошли события на Майдане, да, люди, которые более-менее активные были, они понимали суть вещей, то есть я знаю ребят, которые очень хорошо заработали на вот этих вот касках оранжевых. На Майдане они их продавали, причем покупали они абсолютно за копейки, а продавали, разрисовывали, по 200 гривен выходила одна каска. То есть я всегда говорю, основные принципы, не сидеть на месте, всегда искать и думать, где будут деньги, где смотреть, какие у нас есть тренды наиболее популярные, раз. Второй момент, никогда не думайте, что за вас кто-то сделает то, что должны вы сделать, обязаны сделать. То есть вы не должны сидеть на месте, опять-таки встали и пошли. Третий момент, берите на себя ответственность, не бойтесь за дело браться. То есть вам говорят, что необходимо решить этот вопрос, он на самом деле тяжелый вопрос. Даже если вы не знаете решение этого вопроса, не бойтесь у человека брать деньги, потому что вы возьмете деньги и тогда начнете изучать вопрос. Это третий момент. Четвертый момент, всегда если у вас есть какая-то сумма сбережений, я всегда говорю людям, что сохраняйте деньги не в гривневом эквиваленте, потому что гривна это никому не нужная валюта в мире. Старайтесь деньги переводить в доллары. Сегодня доллары нам, к сожалению, блокируют. Сегодня мы не можем нормально их приобрести, поэтому в любом случае будьте такими охотниками за иностранной валютой. В данном случае за долларами. Потому что благодаря долларам вы также можете себе все позволить. А что стоит сохранять только в долларах? Может, есть сенс сохранять в некоторых валютах? О, это уже большая тема, да. Доброе, тогда не будем. Да, тут можно очень много рассказывать. Сенс есть, доллары превращать в другие активы или ту же самую гривну, если у вас есть сбережения, скажем, обычный простой вариант. 5 тысяч гривен у вас есть. У вас кто-то, вот мне часто в интернете пишут, дайте денег, потому что у меня размещена информация, я предоставляю деньги в кредит, к примеру. Они мне пишут, дайте денег. Я говорю, нет вопросов, 2 тысячи гривен дам. Он говорит, хорошо, давай 2 тысячи гривен. Я говорю, подпроцент. Он говорит, нет вопросов. Подписываем с ним договорчик и, к примеру, даем на полгода, и он возвращает мне 2,5 тысячи гривен. Это один из примеров. И в таком случае, как вы видите, деньги, несмотря на инфляцию, то есть деньги делают деньги. Никогда не держите с собой деньги и не тратьте их на те вещи, которые вам не приносят доход, не являются такими наиболее актуальными на сегодняшний день. То есть и гроши могут работать так уж, кроме вас. Только деньги, да. И более того, если вы деньги обездвиживаете, речь идет о недвижимости, это тоже варианты наших возможных следующих тем, то именно сегодня мы должны понимать и различать активы и пассивы. То есть активы – это то, что приносит нам пассивный доход. А пассивы – это наши автомобили, квартиры, телефоны мобильные, те же самые вещи, которые мы покупаем в магазинах и так далее, да. Доброе, тогда я предлагаю перерываться на несколько минут. Конечно, мы послушаем песню про гроши, после чего вернемся к нашей теме.